Бонлаб это сиквел одной из лучших и моей самой любимой VR игры Бонворкс. У меня на канале есть на него обзор, обязательно посмотри, если не смотрел. Так вот, если ты не играл в Бонворкс, то для того, чтобы понять Бонлаб, это в принципе не обязательно. Потому что Бонворкс это игра не про сюжет, а на 100% про геймплей. Этакий сборник крутейших концептов и идей, построенных на физике и взаимодействии с окружением. Поэтому я очень ждал сиквел и возлагал на него большущие надежды. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Бонлаб начинается с того, что ты ловишь петлю, вылетающую из темноты, и сам надеваешь ее себе на шею. Тьма рассеивается, и ты оказываешься перед разгневанной толпой, как будто в средние века. Кто-то дергает за рычаг, а под твоими ногами одна за другой отваливаются планки, на которых ты стоишь. И тут ты виснешь, начинает хрустеть шея, а из воздуха из ниоткуда появляется нож, которым ты перерезаешь веревку и падаешь в подземелье. Начинается обучение. И хоть я ярый противник обучения, который нельзя пропустить, особенно учитывая, что это уже вторая игра серии, в данном конкретном случае меня это абсолютно не бесит, потому что по сути это обычный уровень, но некоторые особенности тебе разжевывают в подсказках. В какой-то момент древние катакомбы с пещерами резко заканчиваются дубовой дверью, открыв которую ты попадаешь в современные офисные помещения. И ты такой, вау, это было неожиданно, это прикольно. Следом идет типичный бонворковский уровень с занятными головоломками, перестрелками и отсылками на Half-Life. Все то, за что фанаты любят серию. В конце ты доходишь до лифта, который ломается и начинает падать, вещи взлетают вместе с тобой до потолка, потом бах, приземление и все в древесге. Ты раздвигаешь двери лифта и твоему взгляду открывается вид на игровой хаб. К этому моменту я был прям наполнен радостью до краев, потому что эти 30 минут были просто шикарными. Это достойное продолжение моей любимой игры. Ты бродишь по хабу и видишь огромную дверь с надписью «Карантин», которая ведет сюжетную часть. И еще шесть домиков, в которых находятся различные активности. Я подумал, хорошо, будет чем заняться после прохождения игры. И тут бац, все идет коту под сраку. Потому что оказывается, чтобы открыть доступ к кампании, ты обязан сначала посетить необязательные активности, потому что на домиках с ними находятся энергетические ядра, которые закрыты, пока ты их не посетишь. А после посещения ядру нужно краном перетащить в специальную ячейку. И только когда ты запитаешь три из них, тебе откроется кампания. Да мать же вашу, что за лажа, это просто максимально бесящая говнина, которая в самом начале игры. Какого лешего я должен этим заниматься, если просто хочу поиграть в сюжетку? Это просто возмутительно. Уважаемые разработчики игр, ну поймите же вы, система, дальше вы не пройдете, пока не получите награды, это недопустимая безвкусица, которая бесит всех. А тут она еще и в самом начале игры. Блять! Ладно, окей, я пошел гриндить ядра. Зашел в этакий режим зомби, там надо до посинения отстреливать волны зомби. И как бы ладно, в этот режим достаточно зайти и выйти, и ядро откроется. Кстати, если бы я хотел поиграть в VR-тир, то таких проектов для шлемов полно. Не за это мы любим Boneworks, а тут целых три тира, просто где-то это мишени, а где-то волны зомбарей. Потом я пошел в паркур. И столько матов вспомнил, когда его проходил, что сапожником и не снилось. Во-первых, паркур никогда не был сильной стороной Boneworks, потому что одна из его фишек это реалистичное в кавычках поведение твоего тела. То есть оно есть в игровом мире и взаимодействует с ним. То есть ты можешь лезть по перекладинам и своим торсом намотаться на одну из них, или руками запутаться друг в друге. А когда тебе надо проходить полосу препятствий на время, ты нервничаешь, пытаешься делать все быстрее, а получается смерть. К тому же там есть пару моментов, которые эффектно выглядят, но по сути проходятся чисто на рандоме. Например, вот этот камень для прыжков. Да я вообще хз, как им пользоваться. Ты прыгаешь и летишь мимо. То перелет, то перелет, то перелет, то недолет. Или этот туннель с топорами. Я без понятия, как его пройти без ошибок на скиле. Ты просто прыгаешь вниз до тех пор, пока по удачному стечению обстоятельств тебя не разрубит. А факт наличия рандома в соревновательном режиме понравится не всем. К тому же появился то ли баг, то ли фича, когда залазишь на уступ, твой персонаж может непреднамеренно прыгнуть и улететь в пропасть. Хотя я думаю, это не должно так работать и будет починено в патчах. Короче, паркур меня изрядно выбесил. И да ладно. В итоге я везде сходил, все посмотрел, ничего интересного не нашел. Теперь давай ворочать ядра. Ты стоишь перед панелью с миниатюрой хаба, и по ней управляешь краном двумя рычагами. Я весь на взводе, тягаю их один за другим. Странный кран ползает, как улитка, так еще и умудряется цепляться за строение. В один момент он даже намотался на трубу, и мне пришлось перезапускать игру, чтобы сбросить локацию и положение крана. Потому что достать его оттуда оказалось невозможно. Ну ладно, хорошо. Пошли уже наконец в сюжетку. Я заждался. Пробираюсь через туннели и пару простых головоломочек, по типу «подопри вентилятор кирпичиком, чтобы его заклинило». И, поднявшись на лифте, я оказался в огромном помещении, в котором пересушенный бассейн. И посреди стояло здание. Внутри здания я нашел кран на потолке и люк, открыв который, внизу увидел пробку, которая затыкает бассейн, как будто у тебя в ванной. Ну, тут все очевидно. Надо опустить кран, зацепить его за пробку и, подняв ее, открыть путь дальше. Покопавшись в барахле, я нашел пульт от крана и жму на кнопку. А она не жмется. Но я подумал, что на пульте есть две красные лампочки. Типа где-то что-то нужно активировать, чтобы лампочки стали зелеными и все заработало. Я обшарил все, каждый миллиметр здания, бассейна и прилежащих территорий. И нашел какие-то две карточки, которые выглядят так, как те, что в любой другой игре что-нибудь доактивировали бы. Блин. Ну, к самому пульту они не прикладываются. Может, есть какой-то терминал, в котором их надо активировать. И я давай искать терминал. Короче, я на этом моменте промучился минут сорок. Я уже был готов удалять бонлап, но тут меня осенило. Но, оказывается, я жал на кнопку пальцем. А на пальце нет коллизии. Если жать на кнопку всей рукой, то кран работает. И не нужно никаких карточек. Блин, я столько времени потратил, потому что не допер, как жать на кнопку. Вот так я пережил начало игры. И спустя два часа я ненавижу бонлап. Бонлап – говно. Главное отличие бонлапа от бонворкс – это аватары. Потянув за шнурок на локте, ты можешь их выбирать прямо на ходу. И у каждого аватара свои характеристики и особенности. Например, уличный верзила силен в сражениях на холодном оружии. И далее идет крупный сегмент игры, где ты разблокируешь эти аватары один за другим. И походу обучаешься их способностям в простеньких мини-играх. Например, тут есть сфинкс, который маленького роста. И может лазить, например, в узких вентиляциях. Так вот, чтобы объяснить его маленькость, ты попадаешь на Луну. Это огромная локация, в которой ничего нет. И нечего делать. Тут везде какие-то лунные модули и базы. И ни в одну из них зайти нельзя. Это просто декорация твоей никчемности в этом мире. И ты идешь, потом идешь, затем снова и идешь. И непонятно, что от тебя хотят, какова цель этой лунной миссии. Я же не додумался узнать ее в начале. А в это время на фоне играет музыка, от которой ты потихонечку сходишь с ума. Потом был гоночный уровень. Ну, хоть где-то я могу быть кавайной анимешной девочкой. Которая умеет ездить на карте. Нужно всего лишь проехать три круга, чтобы победить. Чего тут сложного? Даже соперников нет. Ну, а физика вождения довольно странная. Поэтому вскоре я перевернулся и 10 минут пытался понять, как мне выбраться из этой ситуации. Помогите, я дезориентирован. Чего происходит? Я ползу по земле. Но для меня это как будто я цепляюсь за потолок и плачу за собой машину. Какая-то вся херня. Я уже 20 минут пытаюсь перевернуться. Чего мне делать? Где тут кнопка перестать? Короче, на правый стик. Не повторяйте моих ошибок. Ну и в конце каждого уровня будет сфера, которую нужно потянуть в разные стороны, чтобы разблокировать аватар. Я сказал потянуть, а не уронить. О, нет, 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 нет. Короче, для каждого аватара будет свой мини-уровень. И я не понимаю, зачем они вообще это добавили, кроме как для того, чтобы растянуть время. Это невероятно. Я играю в Бонлап уже 5 часов, а он все еще говно. Но самое удивительное, что мне не хочется останавливаться. Мне даже кажется, что игра намеренно надо мной издевалась. Как будто она что-то скрывает за этой дверью. Я надеюсь, что после того, как я прошел через все трудности, там будет что-то стоящее. И о да, там будет старый добрый Бонворкс. С перестрелками и головоломками, которые ты решаешь, переключаясь между аватарами. Целых 5 часов нас готовили и обучали пользоваться аватарами. Как думаешь, сколько будет длиться сегмент, ради чего все и затевалось? Сколько будет длиться часть с основной механикой игры, ради которой и вышел Бонлап? Ну, наверное, еще часов 5, скажешь ты, да? Ну так вот ты не прав. Час. Один час и все. Титры. Ну типа, две трети игры я страдал от тупников и скуки. А одна треть это тот самый Бонворкс 2, который я ждал 3 года. Конечно, в данной ситуации большую роль играют неоправданные ожидания. Обычно сиквелы делают по формуле, берем что было, доводим до ума, дополняем контентом и готово. И да, здесь очень много от Бонворкс, абсолютно те же модели и ассеты окружения. Да, подтянули графику, добавили пару новых видов оружия и врагов, но этого мало. В свое время Бонворкс был открытием, революцией, и в этом плане Бонлап это широкий шаг назад. Но знаешь, если бы он вышел раньше Бонворкс, то вопросов к нему было бы в разы меньше. Я не могу сказать, что Бонлап мне вообще не понравился. Все равно какой-то мазохистский кайф я получил. Жалею ли я о потраченных денежных средствах? Нет, ни на копеечку. Как-то странно, криво, косо, Бонлап скорее хороший. Достойный он звания игры года? Ну, хороших игр в этом году было, конечно, мало. Но, с одной стороны, был бесподобный Элдон Ринг. Но, с другой, в Бонлап ты можешь посмотреть вниз и наслаждаться видом на холмы. А в эпоху толерантности, где белое стало черным, а женщины похожи на мужчин, это чего-то-то стоит. Подписывайся на канал, а также на мою группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новые видео и самые важные новости мира виртуальной реальности. С вами был Медведи Водки, это время VR, в котором мы живем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова